Витальевич придумал ликвидировать в Николаеве детское пьянство и наркомбанию. У нас же Николаев уникальный город, да? Вот как вы думаете, ликвидируем его? Ну, во-первых, это проблема не только Николаева. Давайте вот, я как бы сразу буду вас перебивать, если вы будете повторяться. Хорошо, не потому что я не культурный, а потому что это нам уже говорили. Повтор, помните, повтор на первом игроке. Это у вас будет интервью 1501. Вот с психологом с вашим, это очень, кстати, толковый у вас психолог. Да, очень интересно. И смелый психолог. Обычно психологи интервью не дают. Обычно психологи говорят, не-не-не, ждем директора, ждем. Она смело нам все рассказала. Нет, у нас психолог, конечно, в этом отношении человек образованный, подкованный. Значит, фильм нас называет ликвидация. Ликвидация, ликвидировать в Николаеве детское пьянство и наркоманию. Времени мало, времени практически нет. Я очень рад, что островки эти остались. Я знал, что они существуют, но вот теперь я думаю, что не все взрослые знают. Родители, наверное, знают. Ну как, мы по мере возможности стараемся оповещать родителей. Работаем со школами, проводим презентации. Вот, опять же, заслугами городского головы были переданы комнаты школьников. Вот это еще... Сколько сегодня в Заводском районе комнат школьников? Комнат школьников, 11 комнат школьников. 11 комнат школьников, действующих на сегодняшний момент 5. Остальные требуют ремонта, то есть ремонта капитального. Ну, на сегодняшний день пока живых денег нет, но как бы они планировали с бюджета для ремонта, для запуска этих комнат школьников. А каких денег там идет разорвать? Там же небольшие деньги. Сложные деньги. Но должны существовать комнаты школьников? Они должны существовать, вот как раз вот именно вот те островки, скажем, которые мы объединяем. Вот те ребята, сюда приходят больше ребята, скажем, из более благополучных семей, потому что это родители, которые интересуются, которые находят дом творчества, приводят сюда детей. А вот комнаты школьников, они как раз непосредственно занимаются вот там, в этих микрорайонах. Они занимаются, ну, не воспитают, скажем, досугом этих детей. То есть эти дети, большей частью, те, за которых не ходят родители, они приходят туда. А у вас есть вот такие вот, такой, юный полицей, юный медицинер, юный следопыт? Есть такие срубки? Есть. Есть у нас в том году мы открыли на базе 35-й школы гурток юный сыщик. Юный сыщик, да, вот хорошо. До этого была, работала программа, в конце 90-х работала программа, потом эта программа прикрылась. Сейчас у нас, мы возобновили эту программу, и мы... А ну расскажите про нее немножко поподробнее. Она очень классная, я скажу для чего, почему мне это... Я понимаю. Ну, поподробнее могу сказать. Проводится работа с детьми в направлении, скажем, интеллектуальном. Это более углубленное изучение правовых, законодательных документов, то есть тех же кодексов, как административных, так и уголовных. Ведется работа, опять же, тоже педагогико-психологическая. Раскрываются аспекты первопричины, скажем, если есть, правильно, причина, должно быть следствие. Я так понимаю, это, наверное, уже туда идут те ребята, которые планируют, как-то планируют связать свою жизнь с правоохранительными округами. Ну да, то есть тем, которым интересно, да. С юстицией, да? Определенные азы им преподаются, определенные азы юриспредитов. Сколько ребят в 35-й школе? На сегодняшний день, так... Ну, плюс-минус. Плюс-минус человек 30. Это замечательно. Вы знаете, с какой проблемой сталкиваются сейчас милиция, милиционеры, правоохранительные органы? Они ведь сталкиваются с проблемой, что у них очень мало информации. Они не владеют информацией, они не могут... Вот если какую-то гниду в школу запускают, какую-то гниду, которая будет реализовывать наркотики в школе, вам же не секретно, да, что сегодня, ну, это по мировым стандартам, там, запускаются эти дилеры школьные, которые вокруг себя образовывают вот эти вот штуки. И у милиции нет информации. У них очень мало информации. Ведь считается зазорным рассказывать это, считается. По управлению образованием тоже я не владею такой информацией, где бы было четко указано, что в какой-то определенной школе были определенные случаи зарегистрированы. Да, эти вообще не знают. Директора вообще ничего не знают. Я сидел 4 часа на их форуме, слова не было сказано о детском пьянстве, о детском наркомании. Вроде бы это где-то в другой галактике дети пьют и на другой галактике. А на самом деле, мне кажется, не дилеры запускают. Они просто находят этих ребят на улице и, скажем, как называется, подсаживают этих детей. И потом как бы вынуждены дети для того, чтобы получать необходимые... Так вот смотрите, вот смотрите, как мы здорово, как бы, получается. Ведь вот эти вот 30 человек, они могут... Очень много чего сделать. Они очень много. Они могут вокруг себя создать поле чистоты очень сильно. Тем более, это, я так понимаю, ребята, которые уже изначально планируют себя, еще раз повторюсь, видят себя в роли там будущих следователей, будущих судей, будущих адвокатов. Да, эта программа разработана для детей с 9 по 11 классы. То есть, которая более... Ну, то есть, вызначилась... Она есть на бумаге, да? Можно ее как-то с ней ознакомиться? И вообще с этими ребятами? Ну, и с руководителем, да, этой программы, и с ребятами ознакомиться. Да, можно. Я, значит, с ней... Она с вами свяжется. Договоритесь о встрече. Да. Да. Увидитесь с ней. Вот такая должна в каждой школе работать. Такая организация должна работать в каждой школе. Ну, я... Ну, за что это противоставляет наркомафия эта? Ведь она работает по стандартам, по мировым стандартам. Они ничего нового, ну, практически ничего нового не придумывают. Они делают так, как это делается во всем мире. И в итоге мы, Украина, сегодня занимаем первое место в мире по детскому пьянству. Да, очень развит пирной алкоголизм и государственная программа, которая, как бы, призвана пресекать продажу спиртных напитков неполнолетними. Как бы, она работает в административном ракурсе. Нет уголовной ответственности для продавцов, те, которые продают. Есть только административная ответственность. Штраф знаете, какой, кстати, сегодня? Я, честно говоря, не знаю. Я вам для информации. 6800 гривен. 6800 гривен. Как бы... За разовую, единоразовую? За единоразовую продажу. Вся как предупреждение, да? Да, сумма, скажем, довольно приличная для того, чтобы отбить в следующий раз охоту продавать. Но, опять же, пиво, пирной алкоголизм, вернемся к нему, пиво не является лицензионным спиртным партнером. Нет, за продажу пива тоже. За продажу пива? За продажу пива 6800. За продажу одной пачки сигарет 6800. Это уже вот приняли, приняли. Янукович принял. Слава Богу, как бы, государство обратило внимание на эту проблему. Ну, то есть, мы будем обращать внимание со своей стороны, как внешкольные учреждения, проводить работу со своими воспитанниками. Ведь у нас воспитанники в основном дети, которые стремятся к творчеству. То есть, вот те дети, которые действительно чистые, которые могли бы создавать вокруг себя хорошую ауну. Знаете, как обычно, из-за одной ложки дегтя портится бочка меда. Поэтому здесь тяжело говорить о том, что чем больше будет хороших детей, тем меньше шансов будет у этих плохих детей портить эту бочку меда. Но, опять же, все равно стараться нужно. И мы стараемся детям давать возможность самореализовываться не алкоголем или наркотиками, а самореализовываться творчеством. Ну, конечно, конечно. Хорошо, пожелания нашему движению, молодому движению, родители. Вы, кстати, родитель? Ну, конечно, родитель. У меня дочери 5 лет. Вы говорите, конечно. У нас очень много в Николаеве, не родителей. Естественно, хочется пожелать прежде всего терпения. Потому как здесь подход нужен методичный и монотонный. Тут шашкой не порубить. Не умеешь, шашкой сложно. Это все равно все наши дети. Правильно. Чужих детей не бывает. Пожелать прежде всего вам терпения, поддержки со стороны органов местного самоуправления и органов власти, скажем, на государственном уровне. Скажите, почему до сих пор еще на государственном уровне нет понимания, так по-взрослому, на государственном уровне, нет понимания, что это проблема номер один. И что если эту проблему не решать, что если не повышать зарплату, вот сколько у вас получают, девчонки, ваши деньги? В среднем ставка это 860 гривен. Ну что это? Ну что это? Ну за 800 гривен, алло. Ну понятно. Ну как мы можем за 800 гривен? Почему нет вот этого понимания? Когда придет это понимание? Как вы считаете? На нашей памяти? Дело в том, что, конечно, как у Леси Украинки, да, контрацпенсперум, без надежи сподеваюсь, ну тут дело не в этом. Дело в том, что государство, скажем, пытается решать проблемы по их поступлению. Нет дальневидной программы, которая бы действительно не на словах, а на деле действовала. Правительство, как бы эти программы, министерство, как культуры, образования и так далее, эти программы разрабатывают, по мере своих возможностей они их исполняют. Но опять же у них нет законодательной поддержки и исполнительной власти. Только при содействии исполнительной власти можно будет реализовывать какие-то серьезные программы.